Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня я снимаю для вас мукпанг с остатками после дня рождения. Обычно такое бывает, на Новый год все готовят оливье, там салат с крабовым палочками, а потом все это дело доедают. Сегодня мы с вами тоже будем все это дело доедать. Но, кстати, тортик доедать не пришлось. Это прям последний кусочек, который прям я отвоевала у мамы. Настолько быстро съелся торт. Он с шоколадными коржами и в каждом слое просто куча банана. Я обожаю тортики с бананом. Хотя я не сладкоежка, как всегда я про себя говорю, а потом кушаю 10 батончиков 7 days. Так, давайте приступим. Это долма три сестры. Учпаджи называется на азербайджанском языке. Азербайджанская кухня. Здесь у нас салат с крабовыми палочками. Это салат моего детства. Его всегда готовила жена моего дядя. Специально мама добавила мало майонеза, а даже больше сметаны. И получается такой нежный-нежный вкус. Но здесь прям ведром. Наверное, не съем все. Сейчас я загадаю желание. Что я хочу? Говорить нельзя, да, по-моему? Если сбудется, обязательно расскажу вам в ютубе и вставлю этот кусочек. Что я загадала? То, что я загадала, огромная покупка. Все, наверное, уже поняли. Но дай бог все получится. Главное верить в себя и в свои силы. Вчера, когда ушли все гости, я начала плакать. Просто потому, что никак не могла найти Твикса. Ребята, это было просто нечто. Я искала везде. Я его звала 500 раз. Обычно, когда я его зову, он как-то отзывается. Он уже знает, что его зовут Твикс. И всегда, когда я говорю Твикс, 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 он сразу такой мяу. А тут, значит, я ищу, я испугалась, что он выбежал в подъезд и убежал. Потому что у нас, знаете, частенько рвется в подъезд. Я не знаю, что там у него интересного. Он рвется в туалет, потому что его туда не пускают, и в подъезд. Все, что делать нельзя. У меня Твикс обожает это делать. То есть, стоит только ему сказать, нельзя играть с елкой. Все. Ему срочно, но надо. В общем, я начала писать перво, они, гостям. Где они последний раз видели Твикс? Гости заходят, выходят. Возможно, он выбежал. Я уже начала плакать. Просто буквально в каждый уголочек нашей квартиры я заглянула. Но нигде не было его. На улице был комендантский час. Мы спустились вниз. Кого только мы не нашли. Других котов, которые похожи на Твикса. А у нас комендантский час. Если бы нас застукали внизу, то нас поштрафовали. Меня и маму. Прикиньте, мы ищем его на улице. Ищем его по лестницам. А он, оказывается, дома. Спит. Мама просто начала искать в тех местах, где он просто не может даже быть. Она начала заглядывать там, не знаю, в кастрюле, во всякие органайзеры. И оказалось, что в одном из пластмассовых мисок он лежит и спит. Мама здесь убивается, что где Твикс. А он просто лежит. Я его еще внизу. Ну, слава богу. Все. Закончилось хорошо. Но вообще, я понимаю, что за животным нужен прям конкретный присмотр. Как за ребенком. Не понимаю, что он рвется в подъезд. Вот что он там забыл. Как только открываешь дверь, ему интересно узнать, что же там. И все, бежит. Я когда его увидела, тоже начала плакать. Думаю, наконец-то мой малыш у меня торт такой обалденный. Сейчас мы его тоже будем кушать с вами. А салат какой. Многие спрашивают, кто что подарил. Букет это я показала, а подарки нет. Так вот, двоюродный брат подарил деньгами. Он всегда говорит, что тебе сложно что-то подобрать. Поэтому лучше всего ты сама пойдешь и купишь то, что ты хочешь. С одной стороны, спасибо огромное. Я не хотела брать у него деньги. Но все равно в конце он засунул мне денежку в чехол из-под телефона. Потому что я не брала. Но иногда, мне кажется, нужно спрашивать друг у друга, а что ты хочешь. Я помню, в прошлом году Фатя мне подарила купон подарочный в Сабине. То есть я могла пойти и выбрать себе косметику на 50 монат. И все начали писать в комментариях. Вот она решила не заморачиваться. Просто пошла и купила купон. По поводу этого был немножко хейт. А я честно не разделяю с вами. Я считаю, что наоборот, если человек вам близкий, если человек вам родной, если у вас с ним хорошее отношение, мне кажется, можно спросить у человека, что ты хочешь. Потому что однажды мне отец подарил браслет Пандору. А я вообще серебро не люблю, если честно. Мне вот чем Пандору покупать? Лучше, не знаю, тоненький какой-нибудь, но... Золотой браслет. Ну, не люблю я серебро. Мне кажется, под мой светотип вообще не то. И мне кажется, когда-то, лет пять назад, вот эти браслеты Пандора, они были очень модными, так скажем. Сейчас, на мой взгляд, это больше анти-тренд, чем тренд. Но папа подарил как раз-таки в тот период, когда браслет был актуален. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что ваши близкие спрашивают вас, а что ты хочешь, а что тебе купить? Маме я сразу сказала, что испеки мне просто какой-то классный тортик. Это будет самый лучший подарок на день рождения. Я не хотела, чтобы он заморачивалась, куда-то ходила, покупала. С парнем пару раз было такое, что он покупал что-то, мне не нравилось. У нас с ним такие отношения. Даже если я скажу, что вау, мне понравилось, спасибо, любимый, он все равно по выражению моего лица, по моему взгляду, понимает, что мне не понравилось. Вот всегда он меня чувствует в таких вещах. Вот и пару раз было такое, что он, например, тратился, а мне не нравится. Поэтому я кое-что выбрала. И мы решили поехать вместе и купить то, что я хочу. Когда я куплю, я вам покажу. Обязательно. Это косметика. Ну, сами посудите, чем он пойдет. Все-таки мужчины, они не знают. И не понимают наших вот этих женских штучек. Например, мой брат однажды подарил своей девушке огромного просто медведя. Огромного. И он просто не умещался в квартире, в однокомнатной, которую она снимала. И он потратил кучу денег в России. Вообще эти медведи огромные, они стоят очень дорого. И девушке не то, что не понравился этот подарок, она была в шоке, что теперь куда ей девать этого огромного медведя. А он думал, что она обрадуется. То есть, как-то так. Мы изначально уже решили, что я всегда буду говорить любимому, что я хочу. Например, что я хочу. Ой, какой тортик, ребят. Здесь столько банана. Он такой нежный. На прошлый день рождения я, по-моему, не выставляла пост о том, что у меня днюха. Вообще был такой грустный день рождения. Особо никто и не пришел. Вот. А в этом году прям отметили то, что надо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, правильно говорить мужчине, что ты хочешь на день рождения. или нет. Или нет. Например, мой отец никогда не дарил маме подарков. Никогда не делал сюрпризы. Потому что, вот сколько я помню, каждый раз, когда он делал, маме что-то не нравилось, она просила вернуть, ее что-то не устраивало. Никогда не было такого, что, например, мама взяла подарок и сказала, спасибо большое. Ты прям угадал. Хочешь, не хочешь, когда такое происходит, мотивация делать сюрпризы, она падает. Папа, например, ездил в разные страны, покупал там какие-то презенты. Маме что-то обязательно не нравилось. Вообще мы женщины очень капризный народ. У меня в универе была подруга. У нее был парень, и мы как бы втроем дружили. хорошо общались. И у девочки был день рождения. Парень не знал, что ей купить, и он спросил у меня. Она очень любила косметику, я не помню. Бла палетка от The Balm, которая ей очень нравится. И она просто подумать не могла, что он может купить ей эту палетку. Он подошел ко мне и спросил, как думаешь, что ей подарить? Я говорю, что она очень хочет эту палетку. Но ее нет в боку. Ее надо заказать с официального сайта, потому что косметика The Balm у нас здесь не представлена. Маме сказал, помоги мне. Я дам деньги, ты закажи. Сделаем сюрприз. И вы прикиньте, она постоянно смотрит бьюти-блокеров, мечтает об этой палетке, и на день рождения ей парень дарит ее. И она такая в шоке. Откуда ты знал? Как ты понял, что я это хочу? Но очень обрадовалась. В общем, мой хороший торт был просто нечто. Я попросила маму, чтобы она сняла рецепт для вас, потому что я уверена, что вам тоже понравится. День прошел обалденно. Хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Плайка Эмили. Пока.